Итак, еще раз. Если респондент имеет отсутствие уверенности в завтрашнем дне, то скорее ему характерен наименьший протестный потенциал, нежели выраженный протестный потенциал. То есть наименьший протестный потенциал характерен в более высокой степени на 82%. Если же респондент не имеет неуверенности в завтрашнем дне, то он скорее имеет наименьший протестный потенциал, нежели выраженный протестный потенциал. И более высокая вероятность наименьшего протестного потенциала измеряется в данном случае 265%. То есть 3,65 раза выше вероятность наименьшего протестного потенциала при этом условии, чем выраженного протестного потенциала. То есть и здесь, и здесь наименьший протестный потенциал будет преобладать над выраженным. Но здесь только в 1,82 раза, а здесь в 3,65 раза. И этот коэффициент говорит нам о том, что умеренный протестный потенциал менее вероятен при наличии уверенности в завтрашнем дне, чем выраженный протестный потенциал при том же условии, при наличии уверенности в завтрашнем дне. Менее вероятен на 31%. Эта модель позволяет неплохо очень даже предсказывать модельные значения, модельные частоты. Вот таблица, скопированные в списке с наблюдаемые частоты. Таблица приженности предсказаны, остатки нулевые. Все хорошо, но в силу того, что внутри каждой категории предиктора преобладает наименьший протестный потенциал, по принципу модального прогноза он и будет предсказываться. Поэтому все время именно он и предсказывается, и в таблице предсказаний корректные только в этом столбце. И на последний шаг, то есть использование модального принципа прогноза портит все. Потому что если посмотреть чисто на график, то в общем-то ситуация неплоха.